Но она из чего сделана, я не знаю. Нурания Ахмадулина покупает татарстанское масло. Была уверена, что и семечки для него растут в районных полях. Но увиденное ее заставило усомниться сотни гектаров культуры. Словно никому не нужны, говорит она. В Рыбно-Слободском районе, когда проезжали мы по Челнинской дороге, у них поля огромные-огромные гектары, я хотела бы сказать. Вот подсолнух там не убрано. Те самые поля, те самые подснежники, которыми подсолнухи стали от снега и холода. В сугробах тысячи гектаров по району. Видеть подсолнухи в снегу может быть и дико, но все ли настолько плохо? Ведь если приглядеться, промерзли, а только стебли, семечки целые. Влажность еще здесь на данный момент она где-то 18-17 процентов. Но для хранения это ненормально. Влажные семечки с трудом идут на масло. И их оставляют дозревать. Аграрии объясняют, это только ради качества они не побоялись снега. Погодные условия в этом году для подсолнечника были неблагоприятные. Это как теплолюбивое растение. И лето было прохладным. И сроки посева у нас чуть-чуть опоздали из-за весны холодной. Рыбнослабоцы не одиноки. До конца подсолнечник не убрали и в Верхнеуслонском, и в Ютозинском, и в Камскоустинском, и в Буинском районах. Как сообщили в Минсельхозпроде, в снегу еще 19 тысяч гектаров. Желательно, конечно, выбрать осенью, зимой. Но при оставлении на весну потерь уже небольшая, и качество подсолнечника сохраняется. Главные семечки туда, где они дозрели, отправляют комбайны, попутно подсчитывая потери. По прогнозам, до весны не доживет 10% культуры. Спелые или целые выбирать приходится. Рамиль Шайдулин, Марат Зайдулин, ТНВ, Рыбнослабоцкий район, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин